Безвыходных ситуаций не бывает. Председатель законодательного собрания Владимир Киселев навестил пасечника, которому удалось помочь после депутатского приема граждан. Дело в том, что два месяца назад на прием к спикеру законодательного собрания пришел пчеловод и пожаловался на то, что не может воспользоваться льготами для фермеров. Причина – формально его хозяйство находится в городской черте. Владимир Киселев помог решить вопрос. У Юрия и Елены Васильевых семейная пасека на 100 пчелосемей. В планах утроить их количество. Пчелам требуется зимовник. Кроме того, для технических и хозяйственных нужд Васильевым необходимы дом пасечника и дом пчеловода. Но нужны инвестиции. По областному закону малые сельхозпроизводители имеют право на гранты, но семья пчеловодов получить его не может. В июне Юрий Васильев обратился за помощью к председателю законодательного собрания Владимиру Киселеву. Был решен основной такой вопрос – это с финансами. Нам дали разрешение на строительство капитальных объектов на нашей пасеке. Первое – мы решили начать с зимовника строительства. Зимовник необходим пчелам для зимовки в зимнее время. А средств как бы не хватало у нас своих средств. Поэтому необходимо было решить вопрос. Большое спасибо Владимиру Николаевичу за то, что он порекомендовал, куда обратиться. Разъяснил. У нас, оказывается, есть фонд. При государственной поддержке он работает. Мы взяли кредит с минимальным процентом. Фактически бесплатно. Через два месяца председатель законодательного собрания лично отправился на пасеку, чтобы посмотреть, как идут дела. К сожалению, несовершенство федеральной законодательной базы на сегодняшний день приводит к таким парадоксам, когда фактически мы с вами находимся рядом с деревней, в сельской местности, а юридически это территория города. И юридически под льготы сельские данный предприниматель, сельхозпредприниматель не подпадает. Поэтому мы долго думали, как ему помочь и нашли способ выделения дешевого кредита для того, чтобы он смог начать работу по строительству капитальных сооружений. Теперь, когда строительство зимовника идет полным ходом, можно подумать и о двух других технических помещениях. Деньги по-прежнему очень нужны. В ЗАГС собрании подсказали еще один путь – субсидия. По поручению Владимира Киселева юристы аппарата законодательного собрания подробно проконсультировали пчеловодов. Васильевы уже готовятся подать документы.